всем привет начинаем очередное путешествие по северному нашему соседу швеция стокгольм люблю этот город вот хочу вам показать церковь санта клара клара курка называется находится она в самом центре стокгольма в районе нижнего нормальна высота его 116 метров является самой высокой столице швеции ну и второй по высоте по всей скандинавии так говорит википедия свою религиозную историю это место начинает еще в 13 веке когда по указанию короля магнуса ладуласа это был король швеции с 1275 года он был вторым сыном биргера кстати прозвище магнус в переводе амбарный замок но возможно происходило от закона который освобождал крестьянство от обязанности обеспечивает продовольствием путешествующую знать и высшее духовенство за что крестьянство в общем благодарила короля магнуса король магнус его брат эрик в 1275 году одержали победу в лесу ты виден над своим братом королем вальдемаром видите как над своим братом одержал победу в октябре того же года магнус был избран канонгом швеции у священного камня муростен на лугу мура близ упселы как видите грубо говоря вызвали королем у священного камня но к сожалению номер замки энгисио тоже интересная такой момент что при вскрытие громницы было выявлено патологической деформации конечности которая была вызвана сильным легочным заболеванием по указанию королю магнуса было построено женский монастырь святой клары и одновременно и церковь одноименная монастырь получил от названия в память о кларе азийской это монахинник она умерла 1253 году святая одна из первых последовательность франциска осийского и основательница ордена кларисцинок какая основная идея это ордена кларисцинок это молитва бедности и смирение в духе проповеди святого франциска азийского и святой клары многие монастыри кларисцинок соблюдает строгий затвор так называемый общение монахов с мирянами может происходить лишь только через решетку который символизирует проигранную между мирской и затворничкой жизни одеваются они в черном и подняваются белой веревкой с белым головным убором кстати папа пи 12 в 1958 году в феврале объявил клару покровительницы телевидения на том основании что когда-то незадолго до своей смерти 1253 году она была прикована к своей постели и не могла участвовать в мессах но ее посещали видение она ясно видела мессу на стене своей комнаты как будто там был телевизор поэтому класса азийская вот стала покровительной телевидение она кстати номинировалась также название святой покровительницы интернета но к сожалению не уступила исидору сивильскому 127 году король густав васа повелел снести здание монастырь и обители камни были использованы для укрепления оборонительных стен города для башен его сын и наследник трона йохан третий во время своего правления заново отстроил много церквей ну и среди них было конечно церкви святой клары которая построена форме креста понятно что башни перестраивались как и перестраивалась церковь и в 1963 65-х годах по проекту артура вон шмаленсе йохана хестрима произвела реставрация были обновлены пол скамейки и установлены люстры не надо еще в конце моего рассказа сказать что церковь святой клары проводит очень большую работу показания помощи нуждающимся людям то есть предоставление еды одежды бездомным наркоманам беженцам оказывает помощь проституткам помогаем словом и делом помогает больным людям посещает тюрьмы здесь есть своя кухня здесь раз в неделю раз или несколько раз в неделю всех пришедших бесплатно кормит суп ну естественно там работа очень много добровольцев колокольная церковь святой клара была открыта 9 сентября 1965 года имеет 35 бронзовых колоколов самый большой весит 1700 килограмм больше полутора тонн вес самого маленького всего лишь 20 килограмм общий вес колоколов составляет 8600 килограмм то есть восемь с половиной тонн современные башенные часы электрические были установлены в 1960-х годах компании вестерстренд и сыновья около церкви святой клары находится кладбище она построена в 1600-х годах на кладбище находится могила известных общественных культурных деятельных швеции к примеру карл микаэль бальман она анна-марея лэнгрен карл густав и леопольд густав аккерхельм анна-кристина варк церкви святой клары также расположен склеп который возведен в 1700-х годах ну вот и все всем пока всем привет будете в стокгольме точно увидите церковь святой клары пока пока